сейчас будет небольшой обзорчик про занзибар во время большого отлива вот эти лодки которые здесь стоят почти на суше они еще два часа были в воде и над под ними наверно было метров пять а вода была до вот этих вот домиков маленьких до бунгало сейчас это выглядит так мы сейчас соли вам все покажем расскажем это будет шикарное видео я не видел еще таких в интернете они просто валяются некоторые некоторые здесь и остаются валяться навсегда потому что рыбаков они не интересуют они не съедобные ну да может быть мы ее спасем в этой рязке я же и наверное быть не может но может и может пока не вижу сейчас из нее выйдем и пойдем собирателям местные местные ребята здесь собирают я не знаю что они собирают неудобно смотреть в их лукошки но наверное какие-то устрицы и мидии для туристов сегодня будет скорее всего в кафешке очень хорошая цена вот маленький ежики спрятались но они в камнях поэтому в принципе сразу видно собиратели полным ходом работают будут ряску кстати каждый день выбрасывает на берег и выходит стадо коров они там кстати вдалеке сейчас есть они это все дело с удовольствием едят кого много ну попадаются они просто в камнях поэтому ты иди по траве найдем какого-нибудь местную диковинку это та которая я нашел сейчас вам покажу классную звезду она редкая но и увидели только раз сегодня во время отлили это маленькая я нашел до этого до очень большую нашел до этого это маленькая смотрите какая красота она как обычно это вот та штука которая на пляже валялась мне кажется нет это пятиугольник на ней даже звезда нарисована видите видишь похоже на подушку ну может быть скорее всего это называется звезда где-то здесь видишь такую большую когда первый раз сегодня выходил попытаемся найти вы но она нашла они лежат получать на траве я видел очень большой маленькие синие звезды как пластилиновые не знаю где такое можно еще увидеть наверное только на занзибаре вот маленький значит а маленькие попадаются сейчас наверно будут сюда подальше большие это то чего стоит на стерегаться колония ежей они обычные как египте коралл в египте бы не разрешили так подойти и проблематично я где-то если найду видел здесь очень классного какого-то что-то похожее на я за тоже по ходу вода уже прибывает вот эти лодки лежали мы сейчас к тем пройдемся и вернемся просто может они лежали а может наоборот я вот затем скорее всего местные уже пособирали все самое ценное дети полным ходом трудятся поля если увидишь что-то интересное зови вот эти лодки еще пару часов назад и может часа три назад были далеко в море и под ними было метров пять вот красная первый раз вижу видел синие серые такие ну да но это тоже местные 300 мета много мелких рыбок плавает вот еще одна красавица смотрите и она прилипает заднем у нее присоски видать зале те которые называют толстенькими они бывают раза в три еще больше это и больше не встречались нам вот просто лежат отдыхают красота а я нашел сейчас я покажу в морской языке его называю не знаю что это на самом деле это не он это очень огромная звезда самая большая из тех которые мы видели за эти четыре дня а показать я хотел воли я вот здесь оставлю она вообще красавица огромная а показать я хотел еще вот такую мерзкую вещь она прячется там где я же наверно от хищников я называю это морской язык не знаю но он очень мерзкий такой и не знаю как бы не жалится но много мелких кораллов в них прячет а вот этот вот этот вот такой он как раз как я говорил мерзкий может быть их туземцы собираются и после него руки как как будто тебя лизнул слушай на какой-то клей какая-то слушай паутина и такая хорошо хоть не жалится ладно все это фигню не трогай больше вот это паутина вот вот она прям даже на нем он ею плюнул хочется найти красивую ракушку но когда я сюда заходил в воду вокруг меня бегали дети с вот этими красивыми ракушками они все собрали вот смотрите просто одна следом 2 поменьше это их среда обитания какой-то коралл ребята вообще ушли туда ну наверно на километр там просто появилась видишь песчаная песчаный как песчаный остров у нас просто это первый такой отлив я даже не представлял что такой классный будет отлив ешь модный какой-то червяк обычный ешь необычный ешь колония ежей такой я находил утром только побольше это не очень большая положим мы рядом с синенькой я здесь нашел и такую как мне нравится и синяя ветер дует моря в берег да это прилив уже чувствуется что идет вода и несет ветер сильный сейчас еще немножко зайдем и будем потихоньку двигаться через тот корабль обратно через водоросли местная житель что-то собирает женщина какие-то наверно вымершие кораллы которые просто выросли большими они в такое впечатление что лежат просто один на другом ну они лежат один на другом а под ними колония ежей я хотел посмотреть прибита ли она к дну или нет скорее всего он даже живой вот внутри коралла маленькая ракушка она наверное уже не живая она не живая можно полировать продавать там все внутри кто-то шевелится но наверное это не родной ее обитатель у нее в конце это коралл у нее в конце смотри это коралл у нее в конце лепестки вон они разве ну может быть моя жена и права может быть это какая-то подводная змея вот в копилку знаний еще одно подводное существо мелкие рыбки плавают полным ходом свежи звездочки которые мы так хотели увидеть первый день и переживали что их здесь нет они есть только на фотографиях звездочек полно просто полно вот моя любимая звездочка подушка я эту подушку обожаю красота ну они правда все серые а вот рыбка сидит если получится ее видеть похоже она прикольная в общем который меня об слюнявил какой-то слюной по крайней мере теперь я не боюсь этих языков я когда-то в Египте встретил сзади и боялся потрогать красота она немножко развалена наверное на нее кто-то наступил но все равно красота ребята кричат на пляже как она это правда все круто лежит отдыхает следом вторая мой сын называет их патриками они похожи на патрика из Пачбоба мы не будем доходить очень далеко но там люди даже мне кажется в километре отсюда наверное у них там более богатый лоу парень палкой что-то выковыривает из-под воды а, да, рыба есть кстати у него большая рыба в руке прикольно вот она нужна и причем этот ешь смотри он не чисто черный а у него полосатые черно-белые колечки здесь возможно какие-то другие обитатели будут там было более все желтого здесь уже много зеленых цветов и какая-то растительность кого много ежей много так что мы наверное погнали там ходят женщины и у них полные собирательницы у них полного кошки чего-то но неудобно к ним подойти спросить возможно они собирают что-то типа такого ракушками не знаю или ищет ракушку мы им не конкуренты потому что мы отсюда забирать ничего не будем здесь такое уже более живописное через пару часов она будет на глубине 5-6 метров но такие отливы у них не каждый день это мертвая какая-то медиа такие отливы здесь не каждый день у нас такой отливы первый день за четыре дня наверное потому что это похоже на змею снова же не буду это брать но какое-то существо длинное полет не наступит это похоже на и жан с какими-то такими конусообразными колючками но возможно же не надеюсь это передача в мире животных водоросль вросла какую-то фигню которая тоже живая и вот это все оно живое и красивое это ракотшельник но раковина у нее красивая его не успели собрать местные я заглянул только что к той женщине в ведро и у нее мидии они их наверно будут продавать ресторанам мы этого закинем подальше и может спасем его здесь если просто идешь и никого не трогаешь тебе обязательно пристанет например например масаи вот только что он пытался с нами разговаривать но с ними можно разговаривать если есть в этом большой интерес иначе они не отстанут прибегут друзья и их друзья и будут все разговаривать и разговаривать они в общем безобидные но очень любят поразговаривать и приставучие очень приставучие